Дорожное хозяйство 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 У нас часть автомобильных дорог определена именно на основании голосования, которое было проведено на портале Добродел. Часть автомобильных дорог была определена по результатам обследования, по результатам взаимодействия с администрациями поселений, которые по сути являются неким резервуарным не очень хорошо, но это некий орган, который по сути накапливает в себе желание и чаяние граждан. В первую очередь граждане взаимодействуют с администрациями, с местными. Поэтому это выражение как раз некого коллективного мнения. Обследование дорог. Плюс к этому есть определенная статистика по обращению граждан на портал Добродел. И все вместе это послужило для определения тех дорог, которые необходимо ремонтировать. Что же касается непосредственно голосования на портале Добродел, оно было организовано следующим образом. В ноябре месяце на портале был размещен перечень дорог, который был определен, во-первых, по обращениям граждан с предложением их вставить в план ремонта. И, соответственно, по инициативе администрации. Значит, прошло голосование. Оно проходило до 1 февраля текущего года. По результатам голосования были отобраны как раз автомобильные дороги, которые наибольшее количество голосов получили. Условием предоставления субсидий, о котором мы с вами сейчас говорили, являлась необходимость не меньше, чем 25% этой субсидии потратить как раз на те дороги, которые победили в голосовании на портале Добродел. В нашем случае этот процент равен примерно 40, значит, это около 60 миллионов рублей у нас направлены на эти дороги. У нас 10 дорог будут как раз ремонтироваться именно по результатам голосования портала Добродел. А в какое время будут вестись работы? У нас сначала все переживают, что дороги плохие, потом начинают жаловаться, что дорожники работы ведут и пробки создают. Ну, традиционно, значит, и технологически определенный у нас сезон, это в основном летний для ремонта автомобильных дорог. В основном он будет проводиться, конечно, с 1 июня по 31 августа, что, кстати, тоже неплохо ввиду того, что большое количество граждан у нас в это время находится в отпуске, поэтому интенсивность движения несколько снижается, конечно. На самом деле ремонт дорог у нас уже потихонечку начинается уже сейчас в некоторых поселениях, поэтому основное это летний период. Да, некоторые неудобства, возможно, гражданам будут доставлены, потому что невозможно ремонтировать дорогу, не выходя на нее. Но вместе с тем опыт минувших лет, будем так говорить, он показывает, что граждане в целом относятся с пониманием, потому что, ну, очевидно, что это делается для, так сказать, их блага в том числе и в первую очередь даже. Поэтому вот, ну, по опыту могу сказать, что большого количества каких-то жалоб или недовольств мы, так сказать, не получаем. Ну, и съемочная группа ТО работала на улице Чистяковой, вот, в понедельник, пробок там не наблюдалось. Все тормозили только перед лежачим полицейским, не перед дорожниками. 8-495-508-86-84, наш номер телефона, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Валентина Сергеевна. Валентина Сергеевна, задавайте ваш вопрос по ремонту дорог Сергею Вячеславовичу. Да, ну, во-первых, хотелось бы выразить благодарность за то, что город Одинцово сейчас в весенний период просто преобразился. Мы видим, что нанесена разметка, бордюры, чистят знаки. И хотелось бы уточнить, у нас ремонт Можайского шоссе будет в честь города Одинцово? Спасибо большое за вопрос. Спасибо за вопрос. Да, должен сказать, что в настоящее время запланирован у нас ремонт Можайского шоссе на протяжении от перекрестка с улицы Говорова, это будем так говорить, начало Одинцово практически, да, до эстакады на 26-м километре, то есть до железной дороги. Практически вот этот весь участок, который, собственно, и имеет основные разрушения, высокую, значит, степень колейности, он будет отремонтирован в этом году. В настоящее время вот у нас проходят, так сказать, конкурентные процедуры, объявлен аукцион, ориентировочно, срок заключения контракта, это конец мая, начало июня, ну и, соответственно, приступят к работам в летний период, и эти работы будут выполнены. Ну, наверное, еще одна такая артерия большая нашего города, Красногорское шоссе, его ремонт коснется? Красногорское шоссе в этом году будет произведен только ямочный ремонт, значит, на следующий год посмотрим, опять будем ближе к концу года выбирать те автомобильные дороги, которые необходимо отремонтировать, в том числе и с участием непосредственно портала Добродел, и с участием граждан, и определим те дороги, которые необходимы к ремонту, и в зависимости от возможности бюджета, естественно, если таковые будут, отремонтируем. А это значит, что нашим жителям тоже надо быть поактивнее, нужно принимать участие в голосовании, выбирать те участки дорог, которые, по их мнению, требуют ремонта в первую очередь. Ну, а раз уж мы с вами затронули тему ремонта на улице Чистяково, именно с этой улицы начался ямочный ремонт в Одинцовском районе вместе с дорожниками, туда отправилась и наша съемочная группа, внимание на экран. Наступила весна, растаял снег, и стали появляться не только подснежники, но и ямы на дорогах. И если первые жители Одинцовского района радуют, то вторые портят не только настроение, но и автомобильную подвеску. Борьбу с разрушениями асфальтового покрытия в нашем муниципалитете начали 16 апреля. Как только это позволили сделать погодные условия. Пункт номер один в планах рабочих – улица Чистяковой в Трехгорке. Улица Чистяковая имеет высокую интенсивность движения, большое количество граждан проживает в этом микрорайоне. Ну и, соответственно, великие разрушения асфальтобетонного покрытия. Поэтому, с учетом обращений, которые поступают, в том числе и их количество на портал Добродел, асфальтобетонный ямочный ремонт начат именно с этой улицы. Ремонт на улице Чистяковой производится, как говорят профессионалы, с нарезанием карт. Это один из наиболее эффективных и долговечных способов. Рабочие удаляют поврежденный участок и укладывают освободившееся место асфальтобетонной смесью. Таким же образом будут приведены в порядок и другие участки дорог. Их список составили по итогам голосования жителей на портале Добродел. Будут обследоваться дороги улицы и устраняться соответствующие разрушения асфальтобетонного покрытия. Планируется завершить в основном, в целом, эти мероприятия до 1 июля 2018 года. Гарантия на ямочный ремонт – один год. В течение этого времени дорожное полотно должно оставаться в хорошем состоянии. Если же по каким-то причинам яма вернулась на свое место, дорожникам придется работать над ошибками. Вызывается подрядчик на место, составляется акт и, естественно, ликвидируется, делается по-новому. Узнать, какие дороги в этом году попали в программу ремонта, можно на сайте администрации Одинцовского района www.odin.ru В прямом эфире телекомпания Одинцова программа «Актуальное интервью». Сегодня мы говорим о ремонте дорог. Работаем, напоминаю, в прямом эфире, наш номер 8495-508-86-84. Здравствуйте. 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 Алло. Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Вы меня слышите? Мы вас слышим. Спасибо. Меня зовут Сергей, я живу в Лохино. Можно задать вопрос? Конечно, задавайте, Сергей. А вопрос вашему гостю. Сергею Вячеславовичу? Да, слушаю. Здравствуйте. Ваш чёска, да. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы знаете, где находится улица 2-я Советская? Конечно, знаю. А вы знаете, что она не соответствует техрегламенту? Автомобильные дороги. Есть техрегламент, называется «Автомобильные дороги». Вы знаете, что в прошлом году строительная корпорация «Лидер» самовольно заузила проезжую часть 2-й Советской улицы? И она сейчас не соответствует техрегламенту. И вопрос вот про АТО, знаете ли Сергей? Вопрос. Почему муниципальные власти допускают такое безобразие, когда ни тротуар, ни проезжая часть не соответствуют условиям безопасного прохождения пешеходов и проезда автолюбителей по муниципальной дороге? 2-я Советская и улица Неконорова, потому что она никак не называется, но мы её назовём так – улица Неконорова. Это та дорога, которая дальше идёт к Новой Трёхгорке. Спасибо, Сергей, за ваш вопрос. Вот такой непростой вопрос Сергей Вячеславович задал нам телезрители. Вопрос понятен. Что касается 2-й Советской, ну и это не единственная улица и дорога, о которой можно такие вещи сказать. Значит, суть вопроса заключается в следующем, что в случае отсутствия тротуара, значит, его строительство возможно в рамках либо капитального ремонта, либо реконструкции автомобильной дороги. Это определено нормативными документами. Есть специальный приказ Министерства транспорта Российской Федерации, который классифицирует и отделяет разные виды работ друг от друга. Содержание, ремонт, капитальный ремонт и так далее. Значит, поэтому в рамках содержания или ремонта автомобильной дороги трудно, значит, решить вопрос с тротуарами. Но вместе с тем собственник дороги, ну, кстати, в данном случае это городской описание Денцова, способный решить этот вопрос, скажем, устройством пешеходной дорожки или тротуара в рамках благоустройства, что, так сказать, законодательством не возбравняется и не препятствует. Вот. А что касается заужения, ну, честно говоря, я там был буквально, наверное, позавчера. Поступали уже вопросы по Второй Советской, популярной улице. Да, было там на Второй Советской, да. Ну, вот. Ну, честно говоря, я не увидел каких-то следов, что там действительно что-то кто-то застроил, так сказать, оно в существующих габаритах. Ну, я еще раз, так сказать, проеду туда и обязательно приглашу еще других коллег. Мы посмотрим обязательно. В случае, если действительно имеет место какое-то нарушение со стороны коммерческой организации, будем так говорить, да, мы займемся этим вопросом. Сейчас мне редактор в ухо подсказывает, что телезритель, видимо, там более подробно свою проблему рассказал, что проблему создает еще и припаркованный транспорт. То есть дорожка не такая широкая, машину ставят, и, соответственно, проезд отсутствует. Понимаю. Это уже вопрос парковок, который, кстати, мы тоже здесь поднимали. Вернемся к улице Чистяковой. Там технологии с нарезанием карт. Очень интересное название, и хотелось бы узнать подробности. В чем, как эта технология работает, в чем ее, может быть, преимущество? Ну, технология эта не новая. Она уже отработана годами. Заключается она, так сказать, ну, как вы правильно сказали, что формируется карта, вырезается в существующем дорожном покрытии таким образом, чтобы захватить не только яму, но и 3-5 сантиметров, так сказать, вокруг ямы как таковой. И после этого уже, значит, она очищается, обрабатывается эмульсией битонной и укладывается асфальтобетон. Практика показывает, что эта технология, она, значит, отвечает предъявляемым требованиям. И если качественно, так сказать, соблюсти все ее этапы, то такой, значит, ремонт, он держится продолжительное время. И хотя у нас гарантийный срок на такого вида ямочный ремонт, значит, в год, ну, по факту мы знаем о том, что в некоторых случаях он держится годами, гораздо дольше. Вот то, о том, как контролируется качество, мы с вами еще поговорим. У нас есть телефонный звонок 8495-508-86-84. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Меня слушаете. Вас слушаем. Добрый вечер. Добрый. Меня зовут Елена. У меня такой вопрос к вашему гостю. Елена, вы из Лизинцова? Да. Ваш вопрос. У меня такой вопрос. Вот, около дома 89, по Можайскому шоссе. Я думаю, наверное, этот адрес известен. В районе первого подъезда, вот уже мы живем в этом доме почти 15 лет, и около первого подъезда, вы знаете, там жителями протоптана, ну, скажем, по земле дорожка. И вот каждый год, да, там что-то дом управления нашего, дом сервис, пыталось там посадить кусты, траву, ну, там, видимо, глина, ничего там не растет. И люди протоптали дорожку. И вот, как-то можно вопрос этот решить, ну, хотя бы за 15 лет положить там асфальт, чтобы, на самом деле, наш вот этот райончик, здесь рядом и фонтаны, как бы, ну, был просто этот уголок красивый. Вот сейчас грязь, глина, все натоптано. Ну, просто вот, ну, некрасиво. Может, как-то все-таки там, не знаю, ну, там 5-6 метров положить тротуар, вот, и было бы красиво в нашем районе. Спасибо, Елена, за вопрос. Сергей Вячеславович, что нужно сделать, чтобы появилась... Вопрос понятен. Вопрос однозначно, вопрос благоустройства. Значит, понятно, что к автомобильной дороге это отношение не имеет. Вместе с тем, хочу сказать, что просто положить асфальт в любом случае не получится, да, потому что асфальт на землю, ну, не кладут. Вот. Необходимо выполнить ряд других мероприятий и работ, поэтому это не так все просто на самом деле делается. Там придется очевидную выемку грунта осуществить, да, и, значит, постелающие слои какие-то устроить, песок, щебень, там, ну, это уже надо смотреть, конструктив, там, посмотрят те люди, которые, возможно, будут этим заниматься. Ну, я, к сожалению, не могу компетентно ответить, в чьих полномочиях это или управляющая компания должна сделать, или это надо обращаться в городское поселение, я, к сожалению, вот не могу ответить. В администрации, наверное, в любом случае город Одинцово должны подсказать, куда нужно обратиться. Я думаю, что, да, в городском поселении в администрации, так сказать, определят, это их вопрос, либо вопрос управляющей компании. Сергей Вячеславович, вы сказали, что гарантийный срок ямочного ремонта один год, если работы выполнены качественно, а вот кто следит за тем, насколько качественно работы были выполнены? Как следит заказчик, в первую очередь, а самое главное, что подрядчику невыгодно делать эти работы некачественно, потому что, значит, в нашем случае, ну, у меня, вернее, в нашей практике есть такие случаи, что, например, окончание действия контракта, контракты у нас, как известно, они все, в принципе, заключаются сроком на год, да, значит, даже по окончании действия контракта есть возможность предъявить подрядчику, который уже даже не работает, скажем, да, работает там другой какой-то подрядчик, есть возможность предъявить подрядчику соответствующую претензию и заставить его сделать эту работу. А в случае, если он эту работу не делает, есть механизмы, они, да, может быть, не очень быстрые, через судебные решения, но, значит, подрядчик штрафуется на серьезную очень сумму. И в нашей практике такие есть случаи, в суды ходили, выигрывали и штрафовали подрядчиков на очень серьезные деньги. Но это касается не только ямочного ремонта, а вообще других работ в том числе, но, тем не менее, поэтому подрядчику крайне невыгодно делать... Проще сделать качественно и забыть уже об этом. Проще сделать качественно, однозначно, потому что иначе это для него серьезными проблемами оборачивается. Игорь Тресков, наш министр, сказал, что с этого года контроль за качеством выполненных работ будет осуществляться еще жестче. Есть какое-то мобильное приложение, с помощью которого можно это делать. Вот, расскажите, пожалуйста, что это за мобильное приложение и как эта система работает? Да, значит, надо сказать, что действительно, Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области был разработан программный продукт, значит, система контроля и планирования дорожной деятельности, ну, сокращенно с КПДИ называется, значит, он представляет собой, ну, в полном объеме я не знаю, так сказать, поскольку занимается этим Министерство транспорта, но в той части, которая у нас касающаяся, это выглядит примерно так. То есть, это есть приложение, которое устанавливается на смартфон. С помощью этого приложения в части, касающейся ямочного ремонта, фиксируется каждое, значит, повреждение, ну, условно, скажем, ямы дорожного покрытия, фиксируется, так сказать, и по месту с привязкой к GPS-координатам, и фотография делается. Потом по результату выполнения работ, значит, еще раз фиксируется, что это, значит, повреждение устранено, это в части, касающиеся ямочного ремонта. На самом деле это приложение в большей степени работает, так сказать, в части, касающейся контроля, уже ремонта нормального, будем его так называть, да? Значит, в данном случае ситуация следующая. Подрядчик устанавливает себе приложение на телефон, ну, определенным образом регистрируется, там логин, пароль получает, и когда он выходит на работу, приступает к работе, он ежедневно фиксирует на фото и на видео те работы, которые он производит поэтапно, и вся эта фото-видео фиксация хранится там на соответствующих серверах, есть возможность потом, так сказать, в любое время, через год, через любое, там, неопределенное время вернуться и посмотреть, насколько, значит, качественно работы производились. И все это вместе в комплексе, значит, дает как раз результат ожидаемый, да, что у подрядчика не остается возможности как-то там схитрить или что-то как-то сделать не так. Ну, и надо сказать, что вместе с тем эта система, она не отменяет и другие виды контроля, потому что система, это она, ну, понятно, что с помощью... Ну, это помощь просто. Ну, да, это просто дополнительный вид контроля, потому что она, ну, к примеру, не может обеспечить геометрические обмеры, скажем, да, вот какая площадь асфальтобетонного покрытия, значит, устроена. Или, например, не может измерить водонасыщение или плотность асфальтобетона, или толщину асфальтобетона, значит, которую уложили. Это, конечно же, проводится с помощью лабораторного контроля и так далее. Но, тем не менее, это очень серьезное подспорье, которое позволяет, к тому же, практически, будем так говорить, в режиме онлайн понимать, что делает подрядчик, где делает подрядчик, и уже делает, так сказать, предварительные выводы, успевает он, не успевает, для того, чтобы принять меры свое время необходимые. На портале Добродел был определенный список дорог для голосования, на которых есть ямы, которые нужно заделать. Ну, мы-то простые люди с ямами называем все, что неровно на дороге. У специалистов несколько иной подход, насколько я понимаю. Какая выбоина имеет право называться ямой? Ну, будем так говорить, яма имеет право называться любая яма, которая в общечеловеческом понимании у нас есть. Но есть понятие, значит, аварийных, условно, так скажем, ям, повреждений, которые необходимо устранять в короткие сроки. Значит, установлены размеры таких повреждений ГОСТом 50-597, размеры такие 60 см на 15 на 5, то есть 60 ширина, 15 длина, 5 см глубина. То есть, если яма превышает эти параметры, она считается аварийной, ее необходимо ликвидировать в короткие сроки. Ну и, кстати, надо сказать, вот у нас некоторые автомобильные дороги, как мы знаем, запланированы, значит, в ремонт уже очевидно. По ним проводится конкурентная процедура. Уже понятно, что, значит, скоро они там через месяц-два, там, максимум три, начнут ремонтировать. Но вместе с тем, при обнаружении такого рода ям, все равно мы вынуждены, значит, этот ямочный ремонт осуществлять, потому что, в противном случае, значит, дорожное движение не может считаться безопасным. То есть, вы опередили мой вопрос. То есть, этот перечень, он не исчерпывающий. Вот эти 57 участков, они могут быть вполне дополнены какими-то еще. Ну, как сказать, в настоящее время, в принципе, этот перечень закрытый, потому что, как вы понимаете, бюджет такая штука, которую нельзя, так сказать, планировать за один день. Это дело полномерно. Процесс очень серьезный, административный, значит, планирование бюджетных инвестиций. Ну, это, правда, инвестиции сложно назвать. Ну, в общем, бюджетный затрат. Вот, поэтому, что касается их 57 участков, они уже однозначно определены. Но, должен сказать, что глава района у нас, Андрей Иванов, обратился к губернатору Московской области. И, так сказать, в дальнейшем министерство транспорта поддержало нашего губернатора. И губернатор, значит, пошел навстречу. И было определено, значит, дополнительное финансирование для ремонта автомобильных дорог Одинцов в этом году. Пока еще точно непонятны сроки. Понятно, что это в этом году. Непонятно, так сказать, непосредственно число и дата, когда эти деньги будут непосредственно уже в бюджете предусмотрены. Но, вместе с тем, понимание это и есть. И сумма там очень существенная. Она приближается к 150 миллионам рублей. То есть, это позволит, если мы, так сказать, реализуем это дело, существенным образом дополнительно, да. Ну, надо сказать, что эти дороги, они тоже уже, в принципе, предварительно определены. В этот перечень вошли, в том числе, и дороги, которые не вошли, так сказать, будем так говорить, в первой перечне, но участвующие в голосовании добродел. Ну, и ряд других тоже дорог, в том числе и в городском поселении Одинцово. Ну, например, у нас есть автомобильная дорога Говорова к Княжичи. Она, очевидно, требует ремонта. И больше того, вот, звонил, значит, к нам наш телезритель, который спрашивал про Можайское шоссе. Значит, ну, надо сказать, что Можайское шоссе, например, оно в голосовании на портале Добродел не участвовало, потому что граждане такой необходимости, очевидно, в общем, не видели. Но вместе с тем мы все вместе понимаем, что такой ремонт необходим. Он, так сказать, назрел и даже не сейчас. И он будет, несмотря на то, что хоть в голосовании не участвовал, но я не думаю, что найдется хоть один человек, который скажет, что этот ремонт не нужен. К тому же, мне кажется, стоит напомнить, что полный перечень дорог, которые в этом году будут отремонтированы, можно найти на сайте администрации Одинцовского района и на сайте управления. Да, на сайте учреждения нашего можно найти, одиндор.ру, на сайте района, в социальных сетях, ВКонтакте и так далее. То есть, в принципе, он доступен полностью любому гражданину, не только Российской Федерации, но и всего мира. И главное, не пропустить следующее голосование на портале Добродел, чтобы, в общем-то, все участки, которые нужно отремонтировать, в этот список попали. Совершенно точно. Спасибо большое, Сергей Вячеславович, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на канале ОТВ. Спасибо.